Они пытаются вот не деморализовывать людей. Ну, представляешь, сейчас Волков напишет, мы проиграли. Я просто знаю, что обычно происходит, когда Алексей уезжает в спецприёмник. Собственно, 80% перестают работать совсем, они не очень-то работали. С Миловым всё понятно, да, над ним примерно все экономисты ржут просто. Знаешь, какая у меня самая большая претензия к ФБК сейчас? Она заключается в том, что есть миллионы людей, наверное, сейчас, ну, точно миллион, может быть, два, даже три, не знаю, которые готовы тратить полчаса в день на какое-то очень простое действие. Нет никакой координации этих людей. Они сидят такие, кричат на каждом углу, в Твиттере, везде, что нам делать, как мы можем помочь. Это, знаешь, это я ещё с 13-го года с мэрской компанией заметил, неумение работать с волонтёрами абсолютно. Огромное количество людей готово что-то делать, готово помогать ронять рейтинг, не знаю, чёртово, я понимаю про газеты, но чёртово, газеты могли бы распечатывать там миллион человек и раскидывать из себя в подъезде. Условно. Нету никакого ресурса, куда люди могли прийти, которые хотят что-то делать. Как минимум этого нету, понимаешь? Давай я тебе с точки... И которых будут координировать и раздавать им какие-то задачи, вот хотя бы это, да. Понятно, что это тоже не сменит власть завтра и даже послезавтра, но как минимум это, да, а тем более, если с точки зрения того, чем ты говоришь изначально, да, типа, поражение выдаётся за победы, я не называл бы это поражениями, да, это ничего фактически, да, понятно, что... Почему как-то ничего? Ну смотри, вот недавно могли выходить в пикеты, до этого могли выходить в митинги, до этого митинги не нужно было согласовывать, и, кстати, были независимые депутаты, были СМИ вообще... Ну, ситуация становится хуже, безусловно, и там... Я не думаю, что у Навального сейчас будет, к сожалению, расти рейтинг, например, да. Это тоже. Он, конечно, взлетел, да, ну, опять же взлетел, да, повысился с его приездом, потому что это... Его статус изменился, скажем. Его статус изменился, узнаваемость повысилась, доверие повысилось и всё такое, а сейчас, админки это прекрасно понимают, сейчас будет плавно вот так вот уменьшаться, вот. Например, да. Не, ну, я здесь с тобой чуть-чуть не соглашусь, потому что это плавное падение, оно актуально только в той информационной среде, которую контролирует АП, и если перелом случится, рано или потом транзит начнет происходить, это моментально исправится. Это правда, это правда, да. Но, тем не менее, да, становится хуже, да, и, ну, опять же, они пытаются, как Навальный, да, оставайтесь оптимистами, они пытаются с политической точки зрения, они всё понимают, поверь, и ты это знаешь прекрасно, они всё прекрасно понимают, но они пытаются вот не деморализовывать людей. Ну, типа, представляешь, сейчас Волков напишет, мы проиграли. Алексей Навальный набирал людей не по политическим взглядам в плане, там, экономически более правые или более левые и так далее, он набирал людей, особенно вот этот костяк команды, в который входит Маша Певчих, по принципу, во-первых, ненависти к власти, по принципу стрессоустойчивости к тому, что делает власть ВБК. И работоспособности. И работоспособности в этих условиях. И ему было, я прекрасно его понимаю, в этом ни в коем случае не критикую, я прекрасно понимаю, почему. Но что у людей, у этих людей в голове дальше, ну, мы видим, да, что дальше у многих из этих людей. И я не удивляюсь сейчас тому, что они пишут, тому, что пишет Милов, ну, он не то, что прям в команде в команде. Его уже прям выдавили. Потому что пишет, ну, да, он стал очень токсичным чуваком. У меня, правда, нет никаких инсайдов по поводу Милова и так далее, но есть некоторые слухи, что да, его убрали с Навальный Лайф, насколько я помню, он даже об этом, по-моему, рассказывал у себя на канале. И так далее. Он стал очень токсичным для них. Но, например, это первая причина. Вторая причина. Маша Певчих и там Сергей Гуриев, который недавно топил за квоты и так далее, они находятся в среде, где это очень модная тема, которая очень котирует все, на которой можно зарабатывать политические очки и так далее. и оторвавшись несколько от России, они думают, что, в общем, что на этом можно какие-то тоже популярность заработать. Кто-то в это искренне верит, кто-то, там, Маша Певчих, я думаю, что в то, что она писала, она верит абсолютно искренне. Я не вижу тут ничего такого, что, ну, типа, она лицемерит как-то. Нет, она просто находится в среде, где это очень модная тема. Ну, там интересно, что политически это все выстрелило одновременно с аккаунтов огромного количества членов СБК, как раз в момент, когда Навального только что посадили, только что, но сейчас с радаром. Знаешь, я... И вот я не понимал, почему мы говорим об этом, а не о том, что... Я этих людей знаю с 2012 года, чтобы ты понимал. Я вообще не удивляюсь. Почему я не удивляюсь? Не в том плане, что я там плохо как-то о них думаю, да? Я просто знаю, что обычно происходит, когда Алексей уезжает в спецприемник. Ой, я тоже знаю. У меня история об этом есть. Там происходит то, что происходит в обычном офисе, да, когда, собственно, рассасываются... Когда уходит начальник в отпуск или там куда-то еще. Собственно, 80% перестают работать совсем, они не очень-то работали, но перестают работать. 20% отчасти, да, перестают работать. И тут произошло ровно то же самое. Опять же, эти люди себя морально готовили к тому, что это все случится, да, ну, тоже там очень-очень много лет. И тут это случилось, они не очень-то вообще внутри, там, у них как-то колышется от этого. То есть, колышется, понятно, но когда ты много лет себя готовишь к тому, что вот он может съесть или его может убить, а тут его почти убивают, да, а потом сажают, ну, ты, конечно, испытываешь чувства какие-то по этому поводу, но тем не менее ты немного приучил себя. Вот. И произошло то, что произошло. Но отдельно, что меня удивляет, там, тот же Гуриев, да, если Маша Певчих, она правда вот так думает, и она не очень разбирается в экономике, то Сергей Гуриев, он экономист, он понимает прекрасно, что это не работает, что это работает абсолютно наоборот. Там про квоты, да, он топил недавно за квоты на Эхи Москвы. Он прекрасно понимает, что это не работает. Вот это уже, я считаю, какая-то подлость. Но помимо того, что это не работает, он еще в качестве аргументации использует то, что экономист профессиональный не мог бы использовать. Это средняя температура побоится. А это профессиональный экономист, который работает в именитом институте, значит, в банке по специальности. Он прекрасно знает, что это не работает. Какого черта? Ну, типа, вот тут я понимаю, что это осознанная какая-то гадость и подлость. Когда это говорит Милов, он, по-моему, тоже топил за что-то такое. Тоже, ну, типа, с Миловым все понятно, над ним примерно все экономисты ржут, просто они, ну, так как он связан с Навальным, они не говорят об этом. Но что касается того же Гуриева, ну, в целом, понимаешь, люди несколько отрываются от... Ну, то есть, понятно, что там Россия, Путин, вот это вот все, но они отрываются от... Они погружаются в европейскую повесточку, они думают, что так и должно быть, в общем, на этом можно заработать очков и так далее. И поэтому они... Ну, кто-то в это искренне верит, кто-то, как Гуриев, явно какие-то там интересы преследует. Меня... Я тут написал по поводу Гуриева то, что я думаю, и мне все такие, как же... Это вообще отдельная история, когда ты критикуешь кого-то из ФБК, при том, что ты сам до сих пор, после того, как послал их нахер, до сих пор помогаешь ФБК, несмотря на очень многие там разногласия и все такое, и не дай бог ты кого-то критикуешь, как же ты... Как ты смеешь... Они же против Путина, как же ты смеешь критиковать? Дорогие друзья, этот Гуриев, который говорит про квоты, он для меня абсолютно ничем не лучше Путина. Я буду бороться с ним абсолютно так же. Ну, естественно, бороться в плане законодательно-политическом, потому что если Гуриев за квоты, значит, он против честных выборов. Узнаете, да? Против равенства перед законом. Конечно, конечно. Вот, как же ты смеешь критиковать, они же против Путина. Ну, чуваки, против Путина 80% людей сейчас. Ну, условно, да, против Путина. И там с 70-60% я по многим пунктам из них не согласен, и ну, типа, нормально абсолютно. Ну, вот у меня есть собственная история довольно любопытная как раз о том, что ты рассказывал два года назад, когда я ездил с лекциями по России. Я выступал в том числе в штабах Навального, и вот этот вот момент, когда Навального арестовывают, он для меня окрасился совершенно удивительной историей, что Навального арестовывают, на следующий день я должен читать лекцию. Я сейчас забыл уже какой город, какой-то типа Красноярска, но не точно. И я уже как бы сижу в аэропорту, и мне пишут, ой, вы знаете, нам сказали, что типа нельзя вас пускать, выступать в штабе Навального, там пришлось срочно искать новую площадку. Я приехал, прочитал, это во время избирательной кампании было, я буквально ездил, да, я рассказывал про либертарианство. Каждую лекцию я заканчивал о том, что приходите, пожалуйста, значит, на верификацию, поддерживайте Навального, я поддерживаю Навального. Вообще сложно было найти вот второго агитатора, ну, второго просто не было, кто ездил по странице. А они пишут все что угодно, кроме этого, да? Нет, они запретили мне выступать в штабах Навального, и этот вопрос был решен только после того, как Навального выпустили. Это была потрясающая история. А, слушай, я помню эту историю. Причем, причем, я справедлив, как бы, я не знаю, в общем, я не стал ее публичить тогда, потому что как раз я не хотел мешать его избирательной кампании, решил, что вот его выпустят, как бы вопрос порешается, потому что, ну, странно. Это случилось, когда я раскритиковал их инициативу по доступу к воде. У них там была такая инициатива, Гемади, кажется, ее делал. Но причину я не знал. Ну, это, может быть, не причина, но это произошло сразу после. Да, и я немножко обалдел. И вот столкнулся как раз с тем, что ты описал. Мне было странно. Вот, ну, ни слова отрицательного не сказал про Навального. Везде говорю, поддерживайте, но не согласен с какими-то вещами. Вот мне не понравилась инициатива. И даже этого уже выдержать нельзя. Ну, я все же добавлю, что я очень надеюсь, что отдел расследования работает. Я догадываюсь, что он очень не работает, несмотря на какие-то странные вещи или левую повесточку, продвижение левой фемистической повестки, повесточки в Твиттере. Очень надеюсь, что эта работа продолжается. Знаешь, что я хочу сказать? Я вижу, что, вот, понятно, я знаю, что работает отдел расследований, я знаю, что работают айтишники ФБК, я знаю, что работает юроотдел, который там собирает штрафы, есть почти вот это вот все, платит штрафы. И я вижу, как работает Волков и штабы Навального. То есть, они реально продолжили работать ровно так же, как и работали до этого. Но я не очень понимаю, чем все занимаются остальные. То есть, вот это вот непонятно. И, ну, это тоже какая-то странная штука. Опять же, вот я тут ради интереса, ну, посадка Алексея для меня еще достаточно личная штука, потому что он для меня сделал много хороших вещей, лично для меня. И я тут начал считать упоминание, ну, на волне вот этого вот продвижения фемповестки, упоминание того, что Алексей Навальный находится, значит, в тюрьме и так далее, в твиттерах разных сотрудников. И почему-то у меня почти больше всех. Я не очень понимаю, почему. Ну, сопровидливости ради, они сейчас начали исправляться. Я прям обратил внимание, но это любопытно. Это произошло, типа, на пятую или шестую неделю его ареста. Это правда. И, ну, я причину уже рассказал, на мой взгляд, да, они просто, у них притуплено это чувство какое-то. Ну, опять же, с этим очень легко бороться. Ты просто берешь и пишешь. Вот. Тем более, есть огромный запрос. Тебе огромное количество людей в реплай пишут. Напоминайте об этом, говорите об этом и так далее. Ну, типа, не очень понимаю, почему. Вот в контексте того, что такая значительная часть его команды... Прошу прощения. В контексте того, что такая значительная часть его команды живет повесткой иностранных государств. Не получается ли это, что это таким образом, в общем, снова оправдывает паранойю людей, которые не принимают Навального? Потому что вот вопросы, которыми мы ставим бой сейчас на этом стриме, задаемся, что вообще-то у чуваков в Калифорнии сконцентрирована как-то невероятно политическая власть влиять на политику других стран. Этих людей полностью устраивает, потому что вот они против Путина, и этим, в общем, их картина мира полностью ограничивается. Я не очень понял вторую часть твоего вопроса. На первую я прямо сейчас отвечу. Я бы четко разделял Навального и всех остальных в его команде. Во-первых, надо понимать, что эта команда была набрана вот в этих условиях, в которых, собственно, эти люди готовы работать. Это отдельные люди. Очень хорошо, что они вообще ездят. Это очень важно. Несмотря на то, что мы высказываем свое отношение к продвижению левой повесточки вместо напоминания каждый день о том, что Навальный сидит, то, что эти люди работают в этих условиях, это очень круто, здорово и так далее. Они молодцы большие. Но я бы разделял Навального. Навальный – это вообще отдельный человек. С этим я полностью согласен. Я написал когда-то один такой твит, он нехороший. Я его не буду воспроизведить, пожалуй. Но он отчасти выражает мои отношения. Суть в том, что Алексей, он сильно круче. К сожалению, мы ничего... Ну, типа, есть Жор Албуров абсолютно бесстрашный, такой же, как Алексей. Есть, там, не знаю, еще нескольких людей могу назвать. Это вот те же люди, которые такие же, вот как танк, да? Они такие же бесстрашные, упрямые, классные и так далее. Но в целом все остальные – это общественные работники, которые готовы работать в этих условиях. Не, ну вот если говорить о том же самом Леониде Волкове, у него как бы есть бойцовские качества из меня. Да, кстати. И вот я надеюсь, что команда тогда, когда, если он вдруг придет к власти и станет президентом, его команда будет набираться уже не из, в основном, тех людей, которые готовы работать в этих условиях, а из профессионалов. Вот. Вот на это надежда. И, собственно, ну, я бы разделял. Нет, я с этим полностью согласен. И это, собственно, то, что заставляет меня продолжать поддерживать Навального, что я это разделение в голове делаю. Но в то же время это такой очень удобный пропагандистский инструмент. Говорите, вот посмотрите, значит, Гуриев, посмотрите Певчих, посмотрите, что они пишут, да, как можно поддерживать Навального. Это действует на умы людей. Я, кстати, не думаю, что я не видел, чтобы это использовала как-то пропаганда. Я вижу, что пропаганда рассказывает, вот смотрите, мы посадили Навального, ВБК закончился, у них там команда ничего не стоит, бла-бла-бла. То, что они там пишут, они ничего не говорят, потому что люди это не очень понимают. Никак не нельзя использовать. А в какой степени они являются, хорошо, переформулирую, в какой степени люди, перенявшие эту западную повестку, являются в самом вульгарном смысле агентами Запада. Если они отказываются признавать проблему. Они не интегрированы в общество, они не интегрированы в европейское общество. Они, несмотря на то, что они эту повестку транслируют и впитали, они не интегрированы в европейское общество. Для меня, знаешь, что больше пугает? Если вдруг у этих людей появится власть, ну, я типа не хочу, чтобы они выводили квоты. Вот это меня пугает. Но это уже там дело десятое, да? Да нет, они ненасколько не агенты Запада, потому что они не связаны с этим обществом. Они, конечно, читают какие-то вещи там, да, живут, кто-то уже там живёт. Нет, агенты не в смысле, что они там на зарплате находятся, а в том смысле, что вот впитав эту культурную повестку, они, в частности, отказываются признавать, что то, что происходит сегодня в Соединённых Штатах, это проблема. И вот сам отказ признавать, это проблема. Это проблема. И я об этом говорю, это проблема. А мне говорят, как ты смеешь, это же люди против Путина. Ну, как ты смеешь? Ну, вот, это проблема. Но, знаешь, многие говорят, вот они там, до того, как, собственно, они начали транслировать эту повестку, многие говорят, ну, вот они там, сейчас информационно в России, и поэтому они не критикуют происходящее. Но, выходит Навальный, да, и говорит, это всё фигня, и так далее. Это как было замечательно, когда все такие, типа, отметились, да, отметились, значит, ну, вроде нормально всё, это не цензура, бла-бла-бла, выходит Навальный, да, это дичь полнейшая. И все такие, опа, и всё, замолчали. Вот, это проблема, они могут притащить это сюда, если будет смена власти. Поэтому, именно поэтому я говорю, что я надеюсь, что Алексей будет собирать команду по профессиональным всё-таки качествам, а не по, и по политические. Знаешь, я не сомневаюсь, что Алексей понимает всё хорошо и правильно. Ну, мы, я полностью, он периодически вынужден, к сожалению, говорить там, какие-то вещи, которые, с которыми мы можем быть не согласны, но с точки зрения там, экономики и так далее, он достаточно, достаточно наших взглядов, да, и даже полностью можно сказать. И я думаю, что он просто сейчас закрывает абсолютно это глаза, но я говорил по принципу, по которым он набирает команду, по моему мнению. Вот, ну вот, в общем, это опасность, да, это проблема, но, типа, мы сейчас должны смотреть на большую картину. Просто вот пока Навальный сидит в тюрьме, он там может провести, к сожалению, действительно много лет, рупором и его взглядов, и его политической позиции, становятся как раз вот эти самые люди. Ну, меня воротят от этого. И в этом контексте... в смысле, проблема не в том, что эти люди, да, мне поплевать, какие люди, проблема в том, что они это говорят. Да. И это проблема. Но, опять же, ты же видел реакцию людей, да, реакция людей, половина, вы сейчас с ума сошли, говорите о Навальном, и вообще говорите о... А тут дело не просто, то есть понятно, что люди, понятно, что люди реагируют так, как они реагируют, но в то же время, вот мне там сыпались претензии, почему, значит, вы, значит, не попытаетесь что-то сделать, чтобы этому противостоять. Я сказал, ну, а я не команда Навального. Противостоять тому, что они транслируют... И тому, что они транслируют, и попытаться вмешаться... Вот у меня была позиция, на самом деле, по митингам, может быть, ты со мной не согласишься, когда Навальный вернулся. На первый митинг я вышел, я принципиально решил не критиковать их, потому что Навальный принял такое решение, он приехал, он имеет право совершить то, что мне кажется ошибкой, мне показалось ошибкой то, как это произошло. Ни слова не сказал до того, как это все закончилось, чтобы не мешать. Человек, может быть, он понимает лучше меня, да? Окей, прошли все эти митинги, и меня спрашивают, типа, почему вы не возьмете инициативу в свои руки? А как ты ее возьмешь, если от имени Навального, от лица Навального говорит не Владислав Сдольников, не Михаил Светов, а вот эти самые люди, которые сейчас будут проводить ту политику, которую считают нужным, а я здесь как бы сбоку с припеку, у меня даже прямого контакта с адвокатом Навального нет. Ну, во-первых, тут надо понимать, что у многих людей в голове все смешано, они меня постоянно считают частью, вот прям команды-команды, хотя я там помогаю, да, в прошлом году я потратил месяц, наверное, фуллтайма на помощь, но тем не менее, это не часть команды, я могу выражать какие-то свои мысли и так далее. У людей в голове все смешано, и они там, если кто-то за Навального, они там считают его командой и так далее, тут надо важно понимать, что огромное количество людей узнало о политике в прошлом, позапрошлом или даже в этом году, они пришли, и вот у них единственное, в принципе, политическое отношение, сформированное к чему-то, это отношение к власти, это раз. Второе, я думаю, что от тебя просят, не то чтобы, там, вот как команда Навального, что ты с этим ничего не делаешь, от тебя просят продвигать свои взгляды на, собственно, на политические... Нет, я-то взгляды продвигать продолжаю, я имею в виду, что вот у команды Навального есть доступ к телу, буквально через адвоката, да, но все-таки это какой-то доступ, и этот доступ позволяет, в том числе у Навального, и это очень важно понимать, когда человек сидит в тюрьме, да, его картина мира, это та картина мира, которую ему скармливают люди, которые с ним видятся, и она может быть очень сильно искажена по политическим мотивам людьми, которые непосредственно с ним контактируют, и заявления, соответственно, которые Навальный будет делать, они так или иначе будут сформулированы под влиянием этих контактов, у меня этого контакта нет, соответственно, я в принципе не могу бороться за то, чтобы каким-то образом не представлять его интересы, не как бы выступать голосом разума, просто потому, что в любой момент, ну, Навальный сделал заявление против меня, просто потому, что вот у него есть такая картина мира, которую он создан. Я думаю, что он поэтому не будет делать заявление против меня или Михаила Светова или кого-то еще, кроме как против текущей власти, вообще про кого-то еще, кроме власти Путина и так далее, именно потому, что, слушай, он очень умный чувак, мы все прекрасно знаем, никто в этом сомневаться не будет. И он прекрасно понимает, как никто другой, он лучше всех понимает на этом месте, что он ничего не понимает, что происходит снаружи, и поэтому он ничего не будет делать, исходя из того, что ему скажут. Он понимает это лучше всех нас, и поэтому, ну, честно говоря, я бы не считал это какой-то, ну, то есть проблема, конечно, плохо, что он не понимает, не может сам оценить происходящее здесь во всех смыслах, но я не думаю, что он будет что-то оттуда транслировать, кроме своей жизни там, кроме рекомендаций, может быть, по умному голосованию, и по какой-то работе внутри ФБК, да, и кроме отношения к власти, собственно, вот каких-то таких вещей. Я не думаю, что он это будет делать, просто потому, что он, как никто другой, знает, что он отрезан от мира, и что ту картину, которую ему приносит, слушай, он прекрасно знает про своих сотрудников, всё. Вот, он их знает лучше, чем мы все, и он, ну, когда я много раз рассказывал про какие-то проблемы в ФБК, разговаривал с ним, он всегда говорил, слушай, говорит, я это знаю гораздо лучше, Тогда провокационный вопрос, а почему ты не стал частью команды ФБК? Тут смотря в каком смысле, да, до определенного момента, меня постоянно звали, меня пытались схантить на зарплату, когда я не выражал какого-то несогласия с политическими взглядами людей, просто потому, что, ну, не то, чтобы сам, да, не утвердился, понятно, что я всегда был примером таких же взглядов, но для меня это было менее принципиально. Вот, во-первых, потому, что мне принципиально делать то, что я делаю бесплатно, абсолютно бесплатно, это мой вклад в, ну, понятно. Нет, ну, частью команды, я думаю, можно было стать не за деньги. Нет, там так все устроено, что, в общем-то, прям командой командой, чтобы стать, надо, чтобы ты был за, просто там нету культуры работы с волонтерами, вот в чем проблема. Волонтером там можно стать, вот, волонтером, который делает важные вещи, стать, если ты танчик, который пробивает, значит, все стены, именно неумение работать с волонтерами, и вот, в общем, я так и пробил раньше, многие пробивают, многие хорошие специалисты, которые помогают делать важные вещи для ФБК, они там пробивали. Позже это было сложнее, потому что я все-таки начал помогать ФБК в 2012 году, тогда это происходило, просто ты пришел в офис и говоришь, вот, я буду вам помогать. Вот, сейчас это гораздо сложнее, там нет культуры работы, ну, это, в общем-то, фуллтайм. Плюс, я могу помогать делать какие-то вещи, но, собственно, причины на самом деле технические, но то, что я, скажем так, мои разногласия с ФБК, это нормально, это не какая-то штука, которая, вот там, они плохие и так далее, и там, их не надо поддерживать, с любой, там, подобной общественной организацией, всегда будут какие-то разногласия, с людьми, которые там работают, будут какие-то разногласия, это нормально, это все окей, и там, вспомните любую свою работу, да, естественно, там, вы будете всегда спорить с менеджерами, хотя бы периодически, всякое такое, вот, и, собственно, вот с 13-го года, когда, там, у меня начались разногласия в плане устройства, организации работы, того, на что нужно опираться, в, там, каких-то инструментах работы с людьми, например, да, и так далее, я понял, я буду работать ровно на том, в том виде, в котором я хочу помогать, это формат, я не буду спрашивать, и я буду просто делать, да, я всегда так работал, и при этом, дальше я увидел некоторые политические разногласия, там люди абсолютно разные, это тоже абсолютно нормально, и ничего такого там нету. А как получилось, извини, вот, я согласен, что в ФБК есть разные люди, но вот Навального посадили, и вдруг оказалось, что, ну, в целом, эти люди между собой похожи оказались. Почему? Они оказались разными от Навального, но между собой они оказались похожи. Ну, надо сказать, что большинство людей в ФБК, все-таки, мы не знаем их отношение к... Ну, медийные лица. Да, да, медийные лица, ну, кстати, хороший очень вопрос, я им задавался некоторое время назад, и я вот так вот быстро не нашел ответа, я думаю, что, ну, понятно, Маша Певчих, это скорее всего, там, европейская повесточка, она просто там живет, в Лондоне, насколько я понимаю. Волков тоже достаточно давно уехал, но он не то, чтобы сильно демонстрирует правду, но тем не менее. Почему, например, Милов, да, оказался, вот, таких взглядов, и почему они... Интересный вопрос, да. Но Милов их просто изменил, на самом деле, это тоже довольно... Это правда. Мы помним, как выглядел Демвыбор, да, и что это такое, это один из таких, самых слышных националистов. Да, да, это такие. А тут он, значит, я всегда, всегда, всегда был за справедливость и социализм. Да, да, я, честно говоря, у меня нет ответа на этот вопрос, я знаю, что Алексей точно не этих взглядов, вот, ну, я и лично с ним это обсуждал периодически, да, и его просто не очень интересуют взгляды своей команды в этом плане, как я уже говорил. Ну, дальше я увидел политические разногласия, но, опять же, тут технически больше вещи, потому что мне интересно заниматься другими вещами, а им я там могу помогать, либо моя команда. Хотя Казбек оказалась больше, более своей, чем Алексей Навальный, вот в этой всей истории, это самое интересное. Для вот этих левых лицемеров, да, конечно, естественно, она, ну, Алексей Навальный, опять же, он, типа, он не, они же, ну, понятно, почему они кучкуются, и вот это вот плотнее сбиваются в стайке, Алексей Навальный абсолютно не далекий, он более того, он борется потенциально с Катей Казбек, потому что она на непонятные деньги все это делает, она может, когда Алексей Навальный, он же такой же враг для них, потому что, когда Алексей Навальный придет к власти, как минимум, свобода и деньги закончатся у его партнера Ивана Коснарева, ну, вот, значит, они не смогут делать журнальчик модный на эти, значит, она там не сможет участвовать в этой тусовочке во всей, вот, и, ну, вот, в общем-то, естественно, он для них враг, как и я, которая рассказывает об этом правду, который, я очень рад, это... Слушай, мне это очень нравится, то, что ты рассказываешь, потому что у меня, вот, меня часто ругают за то, что там я слишком активно поддерживал Трампа, но я всегда воспринимал как раз эту историю, как конфликт эстаблишмента и антиэстаблишмента, со всеми недостатками Трампа и со всеми там недостатками Хиллари, Навальный, ты больше похож на Трампа, чем на Хиллари, в этой всей истории, в этой всей конфигурации. Безусловно, но, конечно, ну, опять же, я тебя не поддержу в чистом Трамполюбии, потому что... Мне нету чистого Трамполюбия, у меня абсолютно мудак, абсолютно согласен. Но он мудак с какими-то границами, в принципе, то есть, с пониманием, что делать нельзя никогда, в этом плане, наезжать на свободу слова, например, ну, то есть, там были, конечно, какие-то такие вещи, но он может критиковать кого-то, но ни в коем случае не запрещать кому-то говорить технически. You have one old message Tuesday by 48 a.m.